приветствую всех на своем канале всем отличной прекрасной недели сегодня мы с вами будем делать расклад на тему какое преображение вам необходимо сейчас если кому оно необходимо вот но прежде чем мы начнем напомню что в описании к ролику есть ссылка в которой есть тайку таймкоды есть ссылка на мои услуги куда вы переходите и видите контакты моего телеграм-канала куда тоже можете перейти подписаться если вам интересно более тесное общение в телеграм-канале то в группе то вы можете подписаться на наш чатчик чатик прикрепленных телеграм-канал где я даю намного больше информации именно в чатике не на основной ленте телеграм-канала там только выходят расклады в аудио формате вот основной материалы и общение где-то что-то какие-то обзоры дополнительные я это все выкладываю в чатике для так скажем ограниченного числа людей которые хотят взаимодействовать со мной которые хотят общаться которые хотят беседовать на интересные темы развивающиеся на мой взгляд вот так же по ссылке мои услуги вы сможете увидеть контакты на мой второй youtube канал на одну позицию с короткими роликами и также мои услуги на индивидуальную консультацию если кто хочет прийти что необходимо сделать это очень важно заранее прочитать почему потому что иногда знаете мне задают вопросы как оплатить что как почему мне действительно не сложно ответить но если это умножить на энное количество заявок то вы поймете сколько времени торолог может тратить именно на организационные вопросы именно по этой причине создается документ где все описывается нужно только зайти почитать какие пункты что нужно сделать где оплатить сколько оплатить что дополнительно нужно и потому просто это выполняется таким образом вы экономите мое время и свое время вот и конечно же мои курсы кому интересны тоже все есть документе все написано все расписано заходите по ссылочке и получаете полную информацию но мы с вами давайте приступим и так позиции вы видите перед собой 1 2 3 кто со мной давно знает что позиции можно и не выбирать можно слушать весь расклад почему потому что акцент мы делаем на информацию которая нас цепляет то что у нас не цепляет это не говорит о том что это не интересно это лишь говорит о том что на данном моменте вам это не актуально и поэтому вы пропускаете мимо ушей и мимо глаз вот а то что нас цепляет это действительно то есть в нас поэтому можете не выбирать позиции а рандомно посмотреть то что вам попадется как скажем так это на глаз первое и так отодвину эти два камешка позиция номер один голубенький камешек и мы с вами приступаем и так единички какое преображение вам необходимо сейчас аналог арканы сила не у нас говорит о том что здесь вам необходимо собраться с душевными какими-то силами да то есть физически возможно у вас все хорошо но такое ощущение что здесь как будто бы нужно на чем-то сконцентрироваться да то ли есть какая-то психическая усталость вот не физическая именно психическая то ли здесь мне кажется все таки больше идет какая-то усталость вот есть необходимость знаете как-то себя собрать собрать сфокусироваться сосредоточиться потому что как-то такая энергия знаете как человека обмякшего до человека который не как лужи разлился а вот не знаю то ли очень много дел вы делаете одновременно и распыляетесь здесь не хватает какой-то собранности концентрации и направление своей энергии на какое-то одно конкретное дело возможно здесь есть много разных дел и поэтому есть вот это вот усталость потому что перепрыгивается с одного дела на другое то есть ваше внимание она рассеивается здесь для кого-то здесь идет подготовкой и необходимо собраться с духом перед каким-то очень важным рывком в своей жизни для кого-то здесь действительно необходимо собрать себя возможно по кусочкам после какого-то сложного этапа в своей жизни вот и выставить вот внутренний стержень да то есть наоборот впервые собрать его для себя и понять на каких моментах вы будете акцентировать до свою дальнейшую жизнь на то есть выстроить вот какую-то такую систему ценности для себя как некую такую опору не не думаю что по этому аркану здесь у меня сейчас проходят люди которые столкнулись с какими-то своими страхами вот здесь скорее всего идет необходимость душевной какой-то собранности а вот для чего давайте мы посмотрим для чего вам нужно сконцентрироваться возможно здесь по семерке педакли видите долгое время может быть что-то такое знаете особенного не происходит в вашей жизни и здесь не то что вы под расслабились а здесь такое ощущение что как будто бы необходимо смазать шестеренки для того чтобы поддерживать это в рабочем состоянии то есть как мышцы в физическом теле когда их не не задействуешь да то они начинают атрофироваться то есть вот здесь вот ощущение того что возможно долгое время это может быть также какие-то ваши навыки которые вы долгое время не использовали и возможно в будущем вам предстоит как-то знаете освежить свою память для того чтобы заново начать использовать все навыки и умения которые когда-то вы очень хорошо оперировали которыми вы когда-то хорошо оперировали то здесь такое может быть то есть как-то вот собранность да еще для чего здесь нужно собранность ну вот аркан мага я говорю здесь как будто бы предстоит какой-то этап в вашей жизни может быть здесь кто-то вот действительно просто под расслабился да может быть для кого-то нужно расслабление а для какой-то категории людей наоборот да люди как-то вот под расслабились и здесь ощущение того что ваша бдительность она в каких-то моментах она как-то уснула и вот что-то меня здесь настораживает то есть знаете здесь не с плохой точки зрения что что-то предстоит а скорее всего нужно быть вот какой-то внимательным ощущение того что вас могут поймать как-то вот врасплох и если вы вот вы были мобилизированы и собраны да то вы смогли бы как-то иначе реагировать а так получится что не знаю ваша реакция она будет не не совсем желанный для вас да и может произойти какая-то ситуация где если бы вы были сконцентрированы да то вы поступили бы иначе это не хорошо и неплохо это вот просто знаете как это констатация факта что же вам здесь предстоит предстоит помогу либо решить какую-то задачу знаете здесь даже еще может быть такое что опять же если допустим вот на примере личной жизни да вы расстались каким-то человеком и через какой-то период знаете вот как-то расслабились все хорошо спокойно восстановили себя и уже как-то двигаетесь в своей жизни по намеченному пути вдруг допустим возвращается этот человек и вам нужно до ваша реакция на встречу с этим человеком либо на беседу с этим человеком нужно как-то отреагировать иначе не так как вы реагировали ранее но поскольку вот как будто бы вы своей жизни этого человека уже вычеркнули да то он встречает вас как-то врасплох и вы не продумали для себя стратегию взаимодействия с этим человеком потому что с наилучшим исходом для вас почему потому что здесь такое ощущение что вот возможно в прошлом да либо не закрыт этот герсайт либо что-то вы хотели сказать тогда этому человеку а потом вот как-то знаете со времени просто отпустил и забылись вот и но уже не актуально а сейчас вдруг появилась и появился какой-то вот шанс возможность что-то сказать этому человеку из того что вы хотели потому что это вот для вас важно было но в тот момент вы как будто вы не сможете это вспомнить и здесь присутствует какое такое состояние растерянности это лишь пример для того как вы можете о чем здесь пойдет речь это может касаться любой сферы не обязательно личной жизни это я лишь привела пример что насколько важно какая-то концентрация но что здесь вам предстоит сделать вот вам предстоит каким-то образом до выйти из вашего привычного состояния вот такой знаете обыденности комфорта удобства эмоционального до в котором вот вам хорошо так тепло это не болото это то состояние как то вы знаете бывает такой период когда долгое время ничего не происходит ничего особенного да то есть ничего такого что вызывало бы у вас кучу эмоций каких-то переживаний эмоциональных качель вот и отсюда получается так что вот вы как-то подрасслабились ну вот вам хорошо стало как-то забыли о том что были времена когда ваша психика была очень сильно напряжена и вот здесь скорее всего мака говорит о том что здесь будет какая-то проверка насколько вы и то что вы пришли урок а насколько вы вот сможете отреагировать уже по-другому что еще на шут то есть насколько вы сможете не упустить нужный вам шанс для того чтобы пойти в новое здесь вот какая-то сказка будет обязательно не знаю чем она связана вот но она как раз таки это знаете как шел шел человек по дороге утомился присел задремал и вдруг неожиданно его кто-то будет и он такой знаете в полудреме не совсем понимает кто перед ним и что от него хотят а ему говорят о том что вот дверь-то перед тобой открыта да иди куда ты там хотел идти то есть ты уже пришел ты уже близок к тому результату надо просто открыть дверь и войти а человек в полудреме и как говорится спросоне не совсем понимает что от него хотят вот здесь вот примерно такая такая ситуация да что вот вас кто-то будет вас как-то растормошили и вы не совсем включаетесь да потому что голова еще такая затуманенная потому что была расслаблена в этом что спали вот здесь что-то такое и поэтому какие вам преображения нужно на это заранее себя как-то подготовить привести хорошую как физическую так и психическую форму эмоциональную в том числе какие еще преображения вам необходимы сейчас тройка сосудов говорит о том что вам необходимо будет действительно подготовиться какому-то пути который то ли ранее он вас пугал то ли в будущем да здесь я не могу сказать по времени но речь идет о том что нужно будет отправиться встретиться со своим каким-то внутренним страхом лицом к лицу вот но этот страх он как будто бы ранее был вашей жизни он не новый для вас и просто раньше вы не смогли пройти этот квест а сейчас вы как будто бы знаете как-то отдохнули восстановились силами и смотрите на эту будете смотреть на эту ситуацию немножко под другим углом и вам проще будет пройти вот этот квест встретиться со своими страхами но я не знаю с чем связаны эти страхи но пройдя их если у вас получится вы окажетесь в абсолютно новые какой-то игровой площадке да то есть какой-то абсолютно новый этап вашей жизни начнется до десятка мечей говорит о том что здесь будет завершение то есть это вот это не то что чтобы это вот какой-то последний рывок да а это очередной этап ранее так скажем некий такой уровень в электронной игре который вы не могли пройти вот ну прокачав свои навыки и умения да сейчас вам дается заново шанс пройти это и вы его проходите достаточно успешно да и ставить точку на на прошлом то есть то что вас пугало и идете уже в построение нового поэтому подытожив и скажу что какие преображения вам необходимо концентрация фокусировка собранность и готовность к тем переменам которые идут вашу жизнь когда я говорю перемены я не имею ввиду что вот прям что-то кардинально там на сто восемьдесят процентов или градусов до изменит вашу жизнь я лишь говорю о том что вы столкнетесь какой-то ситуации который опять же таки проверочно да вы поймете насколько вы изменились или нет но это понимание это чисто субъективное это не то что можно как-то во внешнем мире отследить да и сказать что вот у меня было пять копейка теперь стало три копейки я вижу разницу это ваше ощущение и они всегда субъективное вот поэтому что то здесь такое будет вот преображение вашего характера да если так можно сказать коротко так это была первая позиция и мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку двоечки смотрим вас какие преображения вам необходимые сейчас аркан мира здесь действительно необходимые преображения внешние вот могут быть ну либо внутренние потому что и то и другое здесь в данном акка не взаимосвязано то есть если вы производите какие-то проводите какие-то преображения внутри себя через гармонию через спокойствие через расслабление через осознание через соединение себя и понимание что все вокруг нас это есть мы на то есть это продолжение нас и мы все едины в том числе и все что нас окружает материальном мире дата как следствие наше наше восприятие мира меняется да и мы начинаем видеть то чем наполнены мы сами поэтому либо мы идем через преображение внешнего на внутренние либо через внутренние внешние здесь не имеет значения каким путем мы пойдем но преображение они будут связаны почему-то мне идет с вашей внешностью и такое ощущение что вот ваше лицо она вы можете даже отследить она становится более спокойным не знаю может быть кто-то здесь делает какие-то упражнения на лицо вот бывает эти массаж лица то что показывают в разных соцсетях на ролики может быть кто-то этим и занимается здесь суть заключается в том что ваши мышцы на лице то ли вы их концентрировано расслабляете то ли здесь вот есть какое-то расслабление на лице и как следствие там где были какие-то микро мышцы сжаты да они расслабляются и появляется такое знаете ощущение именно взгляд взгляда на лицо спокойного вот такое бывает еще когда человек выспится когда вот он выспался хорошо отдохнувшим такое на лицо на свежий бодренький да может где-то заспанный но ты понимаешь что у него лицо спокойное отдохнувшие вот здесь вот какие-то преображения почему-то они мне идут на лицо и два момента первый это вот какая-то свежесть в теле не знаю чем это связано да вот какая-то подтянутость может быть будете как-то заниматься собой своим телом и второй момент это улыбка на лице я не знаю с чем это связано и вот не не смеха вот именно такая знаете улыбка монолизы так скажем да такой намек на хорошее внутреннее состояние еще какие преображения вам необходимы значит помимо внешнего и внутреннего спокойствия и внешней красоты здесь еще вот здесь вот как будто бы все идет знаете как-то про расслабление про расслабление то есть первая позиция наоборот надо было собраться здесь вот как будто бы вам необходимо расслабиться видите женские органы выпадает маркан мира здесь говорит о том что нужно опять-таки прийти вот какому-то внутреннему равновесию сейчас попробуем вам сказать здесь не пассивность а здесь вот знаете такое ощущение когда человек обычно спрашиваешь как ты себя чувствуешь он горит все хорошо но все хорошо не в контексте того чтобы знаете вот как-то от нас от человека да чтобы он оставил меня в покое поэтому я готова сказать все что угодно нет а это действительно какое-то вот внутреннее состояние что мне хорошо вот на душе знаете так спокойно ровно возможно здесь еще вот не преображение они как-то связаны с вашим физическим здоровьем не идут то ли это какие-то не знаю восстановительные процессы ну то есть например моменты реабилитации да либо человек ездит но уедет куда-то отдыхать но как это забыла как называется когда с ним проводят там разные медицинские процедуры для подкрепления восстановления организма здесь какие-то такие преображения тоже могут быть для кого-то может быть здесь женские до косметология то есть это ботоксы всевозможные там я не знаю вот что-то связанное с лицом да с красотой в меньшем в меньшей степени вот уход за волосами вот почему-то больше как-то за кожей мне показывают что уход за кожей может быть как-то вот иглоукалывание ну какие такие нетрадиционная медицина вот какие такие преображения здесь необходимы если еще что-то да какие-то преображения которые могут не нужны тройка мечей ну вот это просто следствие да то есть здесь тройка мечей она говорит переживания за финансовые вопросы либо кто-то действительно по поводу семьи тревожиться и беспокоиться но эти преображения они как раз таки связанного с этими двумя органами когда ты что-то завершаешь да и идет какой-то вот высвобождение спокойствия да когда мы говорим ну все дело закончила можно выдохнуть и вот идет вот выдохнул до человека и идет расслабление здесь что-то такое то есть преображение она связана с завершением какого-то процесса этот процесс он был не очень приятный но здесь не то что вот какая-то психическая боль а я бы сказала по тройке мечей здесь большей степени идет переживание какая-то вот тревога беспокойство переживания может быть переживание за детей знаете когда вырастает и приезжая в другой город например да на обучение поступает в университет у тебя есть вот тревожность потому что человек впервые например на долгое время уезжает из семи и вот пока он адаптируется ясное дело что ну каждый мама в принципе беспокоиться то есть здесь какие-то такие беспокойство тревога вот но это не тут не не что-то такое новое и не что-то такое вот прям сильно болезненная адекватно болезненная да то есть для любой матери когда ребенок уходит да это вот беспокойство это не не совсем комфортно так а давайте посмотрим еще есть если что да что нужно какое преображение вам необходимо ну да после того как произойдет вот это вот расслабление восстановление себя психически да здесь человек двигается вперед куда вы идете здесь не указано какой-то конкретный путь он говорит лишь о том что продолжаете как-то вот двигаться по жизни двигаться по жизни к чему-то новому такому на к чему-то новому движение по жизни к новому что это новое с чем это связано здесь знаете вот я не вижу чтобы здесь конкретно какой-то путь обозначили либо какую-то сферу здесь лишь говорится о том что важно вот после вот этого внутреннего преображения спокойствия да и некой такой гармонии это фоновое расслабление вам важно дальше научиться по жизни двигаться именно в этом состоянии да то есть пребывать как можно дольше в этом состоянии рыцари кубка до удовольствие наслаждение когда вот вам нравится когда но при этом вы не должны быть нигде зажатые вы не должны где-то там вот чрезмерно напрягаться это не говорит о том что вы должны отказаться от социальной какой-то жизни да либо от каких-то личных отношений где всегда есть моменты конфликта разногласий и так далее нет здесь скорее всего подход должен измениться то есть да безусловно будут какие-то ссоры но вопрос заключается в том что вот быстрее после таких напряженных моментов восстанавливаться да чтобы то что в народе говорят не принимая близко к сердцу вот здесь какие-то такие моменты человек должен научиться быть более продолжительное время времени время суток находиться вот в расслабленном состоянии заниматься то что его действительно наполняет и то что ему нравится то здесь больше идет забота за своим телом и акцент почему-то на лицо еще может быть такой момент до что люди начинают замечать на лице какие-то первые морщинки да и что-то их не удовлетворяя и дартам не знаю сложно принять как-то момент взросления до что время она все равно оставляет свой отпечаток но если это какой-то начальный этап и можно как-то его приостановить на совершив какие-то определенные процедуры то здесь идет как рекомендация сделайте это если уже так скажем но время достаточно глубокое такое да и здесь пришла зрелость то акцент нужно сделать на внутреннее состояние на спокойствие и гармонию самим собой то здесь проще говоря надо прийти к такому состоянию когда вы сами себе говорите не обращая внимание ну как-то знаете более проще что ли относиться к жизни не включаться сильно эмоционально и отсюда у нас верховная жрица говорит о балансе не включаться так сильно эмоционально в те моменты которые вы проживаете да то есть это раньше как говорится вот по молодости да когда человек не умеет еще контролировать свои эмоции не совсем понимает природу своего я да и в какие моменты он включается тогда-то он проживает очень ярко он реагирует остро на все вот здесь вот какой-то такой более размеренная какая-то позиция такая когда человек уже понимает ну если я не могу повлиять на эту ситуацию да и мне допустим придется прожить какой-то вот сложный болезненный момент ну тогда хотя бы его прожить с наименьшими потерями для себя с наименьшими потерями нервных клеток вот то есть такой более осознанный подход такие преображения это были двоечки здесь утром женские женские арканы у нас выходили вот просто есть мужчина который смотрит расклады здесь утром чисто женская такая позиция была так и позиция номер три зелененький камешек троечки смотрим вас на какое преображение вам необходимо сейчас восьмерка мечей при преображении знаете вот такое ощущение безысходности вот вы находитесь в каком-то состоянии безысходности и здесь преображение не в теле так как было в предыдущих двух позиций вот а здесь скорее всего в вашем сознании здесь необходимо как-то выйти из не знаю из этого темного туннеля в котором просвета как будто бы вы не видите здесь ощущение того что человек немножечко запутался в своих мыслях своих размышлениях вот и это останавливает его на то есть он когда человек не понимает куда ему нужно двигаться когда мы у мозга нету конкретной задачи вот то она начинает выполнять на автомате и исходя из своего прошлого наиболее вероятный результат который будет полезен до человеку то есть мозг выбирать здесь вот здесь вот ощущение какое-то такое да что зависшая ситуация в чем-то в чем здесь зависшие ситуации здесь необходимое преображение на семерка пендагли тоже об этом указывает что как-то вот человек долго вкладывается здесь как будто бы знаете вы еще и потеряли как смысл и вот смысл в контексте того для чего я это делаю у каждого здесь будет своя сфера но суть заключается в том что вы прикладывали очень много усилий к достижению чего-то и вы не получаете здесь видимых желанных результатов вы немножечко здесь запутались то есть вы не понимаете либо мне это бросить потому что это не дает результатов да то есть изменить что-то вот они сливать свою энергию впустую либо это даст чуть позже то есть просто нужно продолжать делать то что мы делаем уже если вот какое-то такое состояние здесь как как будто бы надо вот выровнять свои энергии то есть в ваш знаете как здесь по-разному может быть у кого-то может быть что человек очень много работает да и надо выровнять в сторону отдыха а для кого-то наоборот какая-то ситуация зависла и она не развивается и наоборот нужно прикладывать какие-то усилия здесь по-разному да у кого как проигрывается но все же чего это касается каких-то ваших разочарований в чем или в ком вы тут разочаровались вообще третья позиция не знаю что у вас происходит здесь но уже не первый расклад ощущает такое что как будто разочарованности в жизни обычно такое бывает когда начинается позже начинается момент трансформации тут как какая-то начальная такая ступень когда человек у человека появляются претензии к самому себе да что вот меня вдруг неожиданно стало что-то не устраивает то ли нету результата то ли я не очень хороший мастер и не получает то есть то что ранее как-то вот нормально было да сейчас здесь идет разочарование по пятерке кубков каких-то ваших идеи в каких-то начинаниях до либо выборе либо в той жизни вот как-то здесь образ жизни может быть изменился и вас он разочаровывает почему потому что появилось больше какой-то серьезности ушла какая-то легкость которая была ранее на здесь видимо этап такой что человек должен повзрослеть вот психологически должен повзрослеть и он это как так вот на подкорке он это воспринимает бессознательно но полностью еще осознать этого не может что еще у вас здесь помимо ваших идей не устраивает чем разочарованы вот я говорю вашем жизненном пути то есть здесь вот действительно какой такой экзистенциальный кризис человек проходит с чем здесь связан есть какие-то противоречивые мысли у вас по поводу чего для кого-то это противоречивые мысли связанные с личной жизнью для кого-то именно вот самим собой то есть вот эти три аркана да справедливость двойка кубков и двойка мечей говорит о том что человек как-то не удовлетворен самим собой да он не может найти гармонию и баланс почему самим собой потому что вот видите есть какие-то мысли здесь до внутренняя борьба по пятерки жезлов какая-то претензия есть разноречивые мысли претензии к чему кому семерка мечей вот какому-то результату здесь ну к себе вы предъявляете претензии но по поводу какого-то результата причем знаете здесь ясное дело что вы не можете получить тот результат который вы хотите по причине того что вы делаете однотипные движения и получить новый результат совершая однообразные какие-то здесь поступки действия невозможно это не совсем адекватно вам нужно изменить подход семерка мечей говорит о том что вы сами осознаете что вы совершаете не не совсем те действия которые нужны то есть вы не хотите идти в новое абсолютно новым каким-то путем да вы хотите пойти как будто бы в новое известным вам путем известны ваши протоптанные дорожка все как будто бы сами себя обманываете что вот если я сделаю вот это только сделала немножко по-другому я получу другой результат но при этом вы осознаете глубоко внутри себя что нет надо совсем здесь по-другому и совсем надо по-другому то есть не так как вы думаете здесь надо как-то сбалансировать здесь баланса не хватает здесь баланса не хватает что нужно сбалансировать для кого-то здесь нужно сбалансировать свою какую-то детскую позицию да вот здесь здесь идут и проходят вот эти вот энергии да когда человек взрослеет но получается так что я хочу пойти вот какую-то взрослую жизнь но при этом оставаться каких-то моментах ребенком да то есть каких-то моментах я не хочу брать на себя ответственность вот но хочу получить результат взрослого человека вот и здесь идет вот это противоречие каких-то моментах нам нравится быть ребенком но при этом мы понимаем да по семерке мечей что у ребенка что ребенок не может получать тех плюшек которые получает взрослый человек то есть он получает то что ему дадут взрослые а если ты хочешь получать большие серьезные результаты то тебе и нужно поступать по по серьезному по взрослому если допустим если это касается профессиональной сферы да то если мы хотим получать большие доходы нам нужно изменить подход да нам нужно совершать какие-то достаточно взрослые действия возможно тебя в чем-то рисковать да возможно где-то находить для себя партнеров до совершать какие-то другие уже более масштабные более глобальные действия то есть мы не можем совершать это сказать работать со своей старой аудитории по старой стоимости и при этом ожидать дополнительного какого-то дохода заработка то здесь либо нужно совершать какие-то дополнительные действия на либо как-то масштабироваться ну то здесь однозначно надо поступать как-то по-другому по новому по взрослому по-взрослому по-взрослому это как но вот выйти из четверки пентакли своей стабильности прекратить держаться за те успехи которые были когда-то да и нужно шагнуть в неизвестность до в новое в паш пентакли новые новые возможности да здесь увидеть колесо фортуна видите то есть нужно взять на себя ответственность это опять же таки часто мы говорим взять на себя ответственность есть есть варианты ответственность в контексте выбора то есть что вы выбираете что вы выбираете то вы получаете если вы выбираете управлять своей жизнью да то есть нести ответственность за свои поступки то тогда вы получаете аналогичный результат если вы не готовы брать ответственность за свою жизнь и вы говорите ну я не буду выбирать на пускай вот как судьба решит так и будет то как следствие вы получаете те результаты которые вы получили получали до этого момента здесь нужно изменить подход но только сосудов говорит о том что здесь нужно пойти в новое поле в новое в новое исследование то есть нужно совершать те действия которые вы ранее не делали опять же таки да знаете люди иногда спрашивают какие новые действия я не могу знать что вы делали ранее посмотрите пересмотрите возьмите ручку бумажку выпишите в той сфере в которой вы как-то поступали да то есть увидите причинно-следственную связь вот я там например не знаю у меня было столько заявок из этих заявок столько я перевела например на платную систему получила такие деньги что мне нужно значит мне нужно больше заявок как я эти заявки получала ранее таким-то таким способом значит нужно сделать что-то другое не вот этот способ то есть я не говорю от него отказываться а нужно его как-то может быть изменить может быть дополнительно какие-то другие действия сделать то есть здесь у каждого будет свои если это касается личной жизни посмотрите как вы взаимодействовали со своей второй половинкой возможно вы раньше угождали как-то человеку да либо наоборот были в чем-то категоричны возможно у вас не было доверия до к человеку и как следствие у человека не было доверия к вам и отношения не складывались здесь нужно исходя из вашей ситуации посмотреть то есть делайте действия которые вы ранее не делали а как вы это можете понять для этого нужно просто выписать что вы делали и понять что если я это дело значит я это не должна если это дело не должна значит какая альтернатива есть ну в таком формате если здесь еще какие-то преображения которые вам необходимо сделать сейчас вам необходимо развиваться вам необходимо больше активничать возможно отстаивать какие-то свои какой-то своих выбор здесь должны произойти разрушение разрушение старше старых ваших по иерофанту представлений о жизни вот здесь опять же таки да в той сфере которая вас наиболее интересует пропишите что вы думаете там если например вас касает вас вам интересна личная жизнь к примеру вы хотели бы что-то изменить выпишите какие у вас есть убеждения по поводу личной жизни то есть что вы думаете по поводу того каким должен быть человек вот и пишите в два столбца в одном напишите до позитивные его качества в другом негативные эти качества вот там где вы увидели негативные качества посмотрите какие из эти качества есть у вас напротив этих негативных напишите чтобы вы хотели в позитивном ключе от этого партнера и прокачивайте эти позитивные качества в себе вот это будет абсолютно новый подход это один из вариантов как я говорю но здесь идет происходит процесс роста на данном этапе поэтому в каких-то моментах вы запутались это вполне естественно для где-то в каких-то моментах есть детская позиция но это это со как это не то чтобы с опытом это знаете вот как будто бы вас жизнь сама подведет к тому что нужно изменить то есть либо вы ищете что нужно вам менять да что не работает это как и не знаю механические часы да даже если вы не разбивай не разбираетесь в них просто открываете и смотрите да какая шестеренка не работает может быть там какая-то пужиночка просто вышла с места ее нужно поставить и таким образом вы понимаете что не работает когда я понимаю когда вы понимаете что не работает вы пробуете разные какие-то вещи для того чтобы исправить для того чтобы это все заработало вот здесь вы находитесь сейчас на таком этапе когда у вас многие моменты в жизни вашей не работают и вы не можете понять почему не работают потому что ну так как по старому уже не получается нужно сделать некий такой апгрейд в каких-то моментах и что для этого нужно если я не могу копаться самостоятельно ну сложно да и потому что я сама варюсь в этой ситуации поэтому не сложно копаться нужно быть очень наблюдательным и посмотреть потому что жизнь всегда подбрасывает какие-то ситуации при взаимодействии с другим человеком либо какие-то жизненные моменты где нужно проявить себя и вот от того в зависимости от того как вы себя будете проявлять в той или иной ситуации вы сможете посмотреть что вам нужно изменить потому что ранее вы так поступали сейчас нужно будет поступить по-другому то есть будьте наблюдательны и жизнь вам подбросит что конкретно надо изменить в себе опять же таки я я говорю даже нужно быть наблюдательным не все же люди наблюдательны вот нету такого опыта значит вы идете по проторенной дорожке и судьба вас сама ведет по до того момента когда вы дойдете вот до этого уровня осознанности когда самостоятельно уже сможете наблюдать своей жизни да какие моменты нужно изменить если этого навыка нет вот полагаетесь на судьбу и она вам показывает но это не говорит о том что вы сидите в любом случае вы должны все равно как-то предпринимать какие-то действия если вы действительно созданный человек то там намного проще вы просто наблюдаете следующий этап вашей жизни к чему он вас приведет да то есть какая будет следующая ситуация которая включит вас эмоционально вот и она вам подсветит да что что должно всплыть на поверхность и измениться вот такой был расклад благодарю всех за внимание хочу отдельно поблагодарить постоянных моих таких подписчиков да я и неоднократно читаю в комментариях что вы сами между собой переговариваясь говорите о том что какая классная у меня база до людей которые вот слушатели либо зрители которые смотрят мои ролики указывая на ваш уровень на то как вы общаетесь на то как вы пишете комментарии и не подумайте что я это не замечаю да и я я всегда говорю что у меня классная аудитория это видно по тому как вы пишете комментарии то есть что конкретно вы пишете в своих комментариях я не имею ввиду сейчас здесь слова благодарности а именно когда вы описываете свою ситуацию до свою жизненную какую-то позицию как вы к ней относитесь это все заметно да это это уровень человека и он виден он заметен и то как вы общаетесь между собой тоже в комментариях иногда бывают такие моменты да кто-то кому-то оставляет комментарии вот и это тоже приятно потому что это вот уважение понимание и это действительно такой уровень осознанности людей за это я вам благодарю благодарна скорее всего да что держите наше общее с вами пространство в чистоте и на достаточно высоком уровне прощаюсь с вами до среды всем пока пока